Любое историческое явление, любой ход истории, будь то война или мир, это всё-таки не всегда только то, что пишут нам в учебниках истории. Это всё-таки не только численность по обе стороны баррикад, количество мирных растяжек или штурмовых отрядов. Это всё-таки прежде всего история людей. Точно так же, как и штурм Кенигсберга. Это очень громкая военная операция. Это история людей. И вот для того, чтобы рассказать одну такую интереснейшую историю, к нам приехал издалека наш гость. Этот гость купил билет. Нью-Йорк, Москва, да, наверное, я так думаю? Москва, Калининград, и вот вы здесь. Петя, доброе утро. Здравствуйте, доброе утро. Я вас так по-русски, Петя. Ну, собственно, вы же и выросли в Советском Союзе, да, поэтому Петя... Ну, я там родился, и я там не вырос, я там родился, и... А, и сразу... И два годика, да, мы уехали. Ну, два годика вы всё-таки были русским Петей. Да. Теперь я Питер. Теперь вы Питер. Да, да. Окей. 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 Пётр. Пётр. Вы приехали в Калининград. Это ваш первый визит. Первый-первый. И вы приехали спустя много-много лет после того, как ваш родной дедушка Ильясов Исраил Михайлович брал штурмом этот город. И у дедушки ведь есть медаль. И насколько я поняла, в вашей семье в Нью-Йорке этому придается большое значение, эта история, этой страничке в вашей семейной биографии, да? Ну, все его дети и внуки, они разбросаны по всему миру, если честно. В Канаде есть один внук, в Америке и в Израиле. Во что в Израиле живут, если честно? И для нас Великая Отечественная война – это не взятие Берлина, для моей семьи, это взятие Кенигсберга, потому что это было для моего деда, это была окончательность, это был конец войны. Это была точка. Точка, да. Это была радость. Потому что он уцелел из-за этого. Я здесь, правильно, он мог бы не уцелеть. И для меня всегда был Кенигсберг, Калининград. Мне папа рассказал, потому что мой дед, он умер за несколько месяцев после моего рождения. Он не дождался и умер. И для меня это очень-очень важно, что я знаю о своем деде, о своем дедушке, самое большее, потому что он просто в моей жизни не был. История от папы, о тете, о дяде. Но для меня дед, он герой, потому что, представляете, в моем возрасте мне 27. Немецкие поли у висках свистели. Вот это для меня просто… Когда он был в Кенигсберге, ему тоже было 27. Нет, ему было, кстати, он был младше меня. Еще младше. Еще младше меня, да. Ему было 24, наверное. 24 года. Совсем молодой парень. Ну, в 19-го призвали и до конца войны. Давайте начнем с конца. Все-таки, почему вы сегодня здесь? Почему именно в этот год вы решили приехать и посмотреть, что же это за город такой, уже Калининград? Ну, так получилось, что у меня была возможность приехать, и я приехал. Я никак не запланировал никак приезжать именно на 9-го апреля, потому что я знаю, что это взятие Кенигсберга. Да, да. Просто так получилось. И моя знакомая мне сказала, что, может быть, придешь и расскажешь свою историю. Я сказал, конечно, да, потому что это мой дед. Это не я здесь, это мой дед. Так благодаря тому, что ваш дедушка в 24 года штурмовал этот город, вот, собственно, мы благодаря этому все здесь. Не только вы, мы все, и я, и операторы, и все. Для меня это очень интересно, потому что, как парень, как мужчина в этом мире, я тоже понимаю, я тоже, я иногда не могу представить. Пять лет войны, пять лет голода, пять лет страха, да. И мой дед рассказывал моему папе, что было две ощущения. Было два ощущения, которые никогда не уходили. Это голод и это усталость. Всегда ты был уставший, всегда ты был голодный во время войны. И то, что люди ели, конечно, у них из-за страха все там, они ничего не могли переварить. И да, для меня это было, я просто думаю, это для меня, ну, конечно, в каждой семье есть такой человек в России и за рубежом. Я просто хотел приехать туда и показать, и сам понять, что даже если человек не живет в России или там в странах СНГ, для него это война, для него это битва, для него эти жизни, они очень важны, потому что во мне живет мой дедушка. Мой биологический, правильно? Да. И я горжусь этим. Я помню одну историю интересную очень. Когда брали Кенигсберг, дед рассказал папе, а папа рассказал мне, потому что я с ним не общался, что солдат русский, он был голодный, он был холодный, надо было просто покушать чего-то, да, вот. И немцы это знали. И магазины оставляли открытыми, а там ставили бомбы, понимаете, и вот заходит русский солдат и взрывается магазин. А там сосиски, ну там. И был такой указ, не заходить в магазины, ничего не трогать. В Кенигсберге, да, потому что было все, там было все заминировано. Вот это я помню, мне рассказывал папа, я не знаю про другие рассказы. Нет, я совершенно... Понимаешь, до последнего фашиста люди воевали просто. Это не была война такая, как поигрались и положили на место, да. Это была война? Это было до уничтожения одного народа или другого народа. Самая главная история, которую я хотела у вас выпросить, как рассказала мне вот Полина, это история любви, как ваша бабушка ждала дедушку. Когда они познакомились, то есть она ждала его уже с фронта или как это все было? Да, так получилось, что на фронт, на вокзал, она только была с ним. Провожая, в смысле? Провожая на вокзал, да. Потому что его папа и ее папа, они все были уже в тылу, работали на фронт. И не было никого, кто его проводит. А он 19-летний, везде слезы, везде мамы. И он, я так понимаю, он прослезился. Он переживал очень. И она ему дала платочек. Ей было 17 лет, ему было 19. Дала платочек ему, и он вытряло его слезы, и он этот платок всю войну придержал. И вернулся к ней после войны, 26 лет, в 46-м году, в 24-м году. Ой. У нас, наверное, да, и она ему родила шестерых детей. Последний из них был мой папа, это мой папа, Георгий. Да, и вот такая любовная история. Письма были с фронта, может быть, вы читали, сохранились? Нет, я ничего не сохранил, к сожалению. Ничего не сохранил. Вот в этом весь парадокс, потому что если бы сохранилось, было бы какое-то успокоение или какое-то утешение, что вот была жизнь там, да, ничего нет с фронта. Ну подождите, но он же вернулся. И это уже, собственно, самое главное успокоение. Ну да, ну конечно же. Ну, что еще может быть самое... Ну, интереса бы не было, я думаю, такого бы искать улики какие-то, потому что если бы были какие-то письма, если бы все было как-то документировано, это все по рассказам моего папы, это документы терялись. У нас, мы когда переезжали из Таджикистана, там была гражданская война, там сгорел наш багаж, понимаете, вот такие истории. И медали остались в Таджикистане в сгоревшем багаже, понимаете, вот такие вещи. А медаль за штурм Кёнигсберга тоже сгорела? Я так понимаю, да. Ну все сгорели, медали в одном месте были. Да, и все сгорели. Ну там гражданская война была в Таджикистане, там, ну как всегда. Да-да-да. Когда, в каком году ваша семья в Нью-Йорк переехала? Сначала мы переехали с папой, с мамой в Израиль в 92-м году, потом я переехал в Америку в 2001-м году. Так что я прожил в Израиле немного, и ведь знаю. И потом в Америку приехал. Почему я спрашиваю? Мне просто интересно, вот американские ваши соседи, друзья, коллеги, они что-нибудь знают о вашем дедушке и о таком далеком городе Калининград, вчера еще Кёнигсберг? Наверное, знают по поводу НАТО, наверное, Калининград, НАТО, там, Польша. Но я и думаю, что они знают глубокую историю Кёнигсберга. Но это день сегодняшний. А вот какую историю они не знают? Я не думаю. Они знают, наверное, Францию, как открывали Второй фронт. Наверное, больше там истории преподается. Но они говорят, что есть такая поговорка в Америке и, наверное, на Западе, что войну победили британскими мозгами, американскими деньгами и русской кровью. Понимаете? Вот так. Ох, всего там было. Всего там было намешано. И русских мозгов, и русской крови. Там было все в этих окопах. Конечно. А вот вы приехали в Калининград. Вы, естественно, гуляли. Вот наша общая подруга Полина, она вас водила. Вы, я знаю, были в кафедральном соборе. Что-то вы ощутили? Может быть, это очень такой девчачий вопрос? И, может быть, так он такой даже скорее как в кино так бывает, что вот ты приходишь на то место, где 72 года назад был твой дедушка и брал этот город. И вот что-то чувствуешь. Или, может быть, и правда, что-то вот, что-то вы почувствовали? Ну, здесь есть чувство, что здесь, вот, архитектура немецкая здесь есть какая-то, да? Вот есть какой-то остаток. Это интересно очень. И здесь всегда есть разговор, это до нас, это после нас построили, да? Вот такой мы всегда разговорились. И я понимаю, что если нету этого здания, например, здесь было здание, его нету. Наверное, мой дед там участвовал как-то в этом. Вот в этом есть у меня какой-то какой-то интерес. Ну, конечно, я не знаю, где он стоял, где он. Ну, в этом есть интерес. Типа, я знаю, что какое-то хоть участие в этом мой дед, и через него какое-то участие я победил зло. И вот так. У меня вот так интересно. Вы знаете, на самом деле, вот, метафорически вы здесь уже были. Да. Потому что вот тот самый платочек, ведь потом уже шесть деток. И потом ваш папа, и потом вы. Так что, в общем-то, в некотором смысле вы здесь уже были. Петь, не знаете, мне кажется, что наша встреча очень важная сегодня была, потому что в нашем мире, где происходит сегодня каждый день, так много трагедий, так много войн, войн больших и маленьких, но это в любом случае трагедия. Ну, вот очень важно говорить о том, что везде были чувства, везде были люди. Ой, вот вы приехали, вот вы уедете в Нью-Йорк и расскажете о том, что вот в Калининграде живут не какие-то там непонятные, эти непонятные странные русские с установками из Кандер. А нормальные мы. Ну, я скажу, я скажу, что всегда надо путешествовать, всегда надо смотреть на... Если у вас какие-то передрассудки, никому не верь, езжай и посмотри. Своими глазами. Своими глазами. Потому что тот, кто тебе что-то говорит, у него своя мотивация, свои идеи, может быть, неправильные иногда, да? Так что никому не верь, всегда своими деньгами или своими средствами проверяй. Спасибо вам большое. Спасибо. И спасибо тому белому платочку. Спасибо. Ну, а мы вернемся очень скоро и продолжим вспоминать, как это было. Спасибо.